Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу вам рассказать после того, как у нас двое суток шел дождь. Я все время выливаю воду с этого поддончика. Уже третий раз выливала. А это за ночь только натикло. Что нужно сделать с орхидеями, которые пробыли на улице при таком сильнейшем дожде. Видите, в пазухе листиков намокли. Орхидейка напиталась, конечно, для корней это хорошо. Но если оставить в таком состоянии, она начнет подгнивать. В пазухах листиков очень много влаги. Для этого я их поставлю на скамеечку и вот так на бочок. И следующую орхидейку. Чтобы из пазухов листиков вытекла водичка. Вот смотрите, как хорошо они на улице себя чувствуют. Вырастают новые корни сильные, листья мощные такие. Как говорится, жируют. Но цвести они не сильно хотят. Эти орхидеи у меня уже не цветут с прошлого года. Это экземплярчики. Я отставила в сторону те, которые плохо цветут. Лист у них крепкий, мощный. Но цветов они не пускают. Почему? Не знаю. Причина какая-то и все-таки есть. Другие сорта орхидей. Вот они уже, наверное, цветонос пускают. Вот все-таки. Вот это будет цветонос. Все-таки добилась. Я их вначале не удобряла. Вообще. Они у меня стояли в комнате. На них напал мучнистый червец. И я их лечила. А потом, когда вынесла на улицу, и вот пошли такие результаты. Резко начали расти корешочки. Прям пробивают листики. Аж они вздуваются. Вот видите, в этом месте аж вздулся листик. Вот сильно. И выбивают корешочек. А вот это вот, по идее, будет цветоносик. Потому что он кругленький. Вот видите. Он немножко другой. Посмотрим. Корешок лезет остренький, а цветоносик кругленький. Пазух листики запачкали. Пыльные. Но это не беда. Их протронишь на улице. Тут она падала пыль. Под дождем они хорошо помылись. Я этот тоже орхидейку ставлю на бочок. На некоторое время. Недолго. Можно, конечно, салфеткой протереть. Но пускай у меня есть время. Пускай она сама по себе стесет. Вот беглипчик тоже пустил корешочек. Вот цветоносик идет. Это беглип, кис, хот кис. Красивая орхидейка. Листики растут. Все у него в порядке. Вот так поставлю. Вот три орхидейки поставила на бочок для того, чтобы вылить эту воду. Это поттер. Корни шикарные. Растут хорошо. В общем, на улице моим орхидеям очень-очень сильно нравятся. Корни вон какие хорошие. Это я вам хочу показать. Ну, воду обязательно нужно слить. Воду я сливаю не просто выливаю на землю. Я ее сливаю в ведро, а затем этой водой пользуюсь. Поливаю другие растения, так как дождевая вода, выливать ее жалко. Я поскладывала свои орхидейки обратно, так как они у меня на улице. Сейчас ветер их обдует, и влага быстро уйдет. Из серединки спазух листиков я немножко протру салфеточкой дождевую водичку. А если бы я в дом занесла в таком состоянии, им бы было, конечно, не очень хорошо. Началось бы подогнивание всего растения. Точку роста обязательно протереть. Листики хорошо вымылись на улице, напитались. Естественного удобрения дождевой воды. И им будет очень хорошо. Даже пустили цветоносы. Те орхидеи у меня отдыхали очень долго. Целый год, наверное. А цветущие орхидеи я вовремя занесла, так как был сильный дождь. Несколько дней подряд и несколько ночей затекло конкретно. Вот моя котлея, как сильно набралась воды, которая начала цвести, я вам показывала. И она недолго цвела, недели две. Очень красивая орхидея. Пахнущая такая. Она здесь без корней у меня растет. Но после таких дождей, посмотрите, полный горшок воды. Аж плавает. Это все надо слить. Это ей не нужно. Видите, двойной горшочек. И аж по самое горлышко вода набралась. Конечно, так ее оставлять нельзя. Но напилась она хорошо. Я поставила котлею на пол, посмотрите, как с нее стекает вода интенсивно, быстро. Вынула двойной горшочек, как водопадик. Видите, сколько влаги. Через некоторое время я попробую рассадить эти котлеи. Здесь три вида. И надо рассадить, посмотреть, в каком состоянии корни появились, не появились. Потому что она начала расти. И вот в бок горшочка начали молодые ростики упираться. Поэтому ей уже некомфортно в этом горшочке. И нужно будет ее пересадить. Но этот беленький цветочек еще пока радует меня. После дождя, конечно, скрутились листочки. Цветочки. Начали вот цвет менять. Ну, как обычно, мокнущие ростки. А так мне все в порядке, все хорошо. В этом двойном втором горшочке вот столько воды. Я ее вывезу и поставлю обратно в двойной горшочке. Конечно, можно было бы открыть вот этот пиптик. И лишняя вода бы из горшочка стекала. Я что-то забыла про него. Видите, когда много воды, она будет стекать лишняя. Это специально придумали. Вот такой горшочек. Вот так живут мои орхидейки после дождя. Я их оставлю на скамеечке. Под навесиком. Небольшой навесик. Все-таки меньше будет сюда влаги поступать. А ветром сейчас обдует. И растения быстро высохнут. Листи уже начали подсухать. Ничего с ними не будет. Сейчас вам покажу, что случилось с другими видами цветов после дождя. Здесь у меня просажен декоративный перец. Посмотрите, сколько воды. Перец, конечно, любит воду. Ну, не до такой степени. Здесь белоснежная гирань махровая. Все стаканчики вот утонули. По-самой не хочу. Вот такой сильный был дождь. Это все надо повыливать. Никуда не ходиться. Ну, цветет она хорошо. Набирает цветоносики. Вот сколько воды. Полная ведерко. Это я ставила, что она белого цвета. Палочки. Не перепутать. Наверное, много гиран. Вот пестролистная. Сколько тоже воды. И я просто так вылез. Ничего ей не будет. Вот целая кашпо. Это какая-то желтая. Это китайцы я покупала. Желтая пеларгония. Смотрим. Желтая ли она, не желтая. Когда будет, расскажу. Вот она хорошо пошла. Вот это я семена покупала на Алиэкспресс. Пеларгония плющелистная. Вся в водичке. Вот бутоны тяжелые стали. Влажная. Но она сейчас быстро обсохнет. И будет продолжать свое цветение. Она очень много-много-много есть у нее бутончиков. Очень красивая. Вот моя душистая пеларгония. Утонула по самый верх. Это с белыми краешками. Вот такая душистая. Я ее вынула из кашпо. Чтобы она стекла. Своим естественным путем. Вот здесь очень много воды надралось. Это все сейчас буду сливать. Видите? Никуда не годится. Это растение утонуло. То есть тролистная. Видите? Полностью. Она такой сильный дождь. Вот такие изменения после дождя. Но растениям, я вам скажу, это нравится. Они все равно продолжают расти. Цвести и радовать меня. Эти дожди мне очень так и мешают. Главное не оставлять растения в воде на долгое время. Сразу слить. И во время дождей растение само получает питательные вещества. И удобрять их не нужно. Вот детка красной в Беларгонии Королевской. Кому надо, пишите. Отправляю почтой. Она цветущая. Вот еще одна детка. Красная, крупная. После дождя, конечно, немножко паникнут цветочки. Но они отойдут. Все будет с ними хорошо. Вот какой у меня красивый цветок. Таберни Монтана. Видите, какой он как искусственный. Красивый. А это Беларгония, которая с бальзамином рядом растет. Сиене ничего нет. Вот смотрите. Бальзамин больше впитал в себя воды. И Беларгония хорошо себя чувствует. Бальзамин красивый. Махровый. Малиновый такой. Вот рядом розовый такой нежный. Персиковый. Очень красиво он цветет. Все лето цветет. На новых побегах. После дождя немножко он так испортился. Двухцветный. Но он отойдет. Видите, какой красивый бальзаминчик. Вот так живут мои растения на улице все лето. И все погодные условия на них сказываются. И в хорошую сторону. И немножко в худшую. Но ничего, они отходят. Все у них хорошо. Все замечательно. Все растения приходят в норму. Спасибо всем за внимание. До свидания. Хороших вам цветочков. И долгих отцветений. Ты королевка. До свидания.